Статья, ну как все статьи Рабаша, чем больше мы их читаем, чем глубже входим и видим, что невозможно сказать, что то больше, а это меньше, будь то короткая или длинная, что есть между ними разница. Они все проникают в цель очень острым образом и категоричным. Поэтому, насколько проходят годы, я по крайней мере по себе могу сказать, что я все больше и больше ценю эти статьи относительно того, что было вначале. Я думал, ну что там такого? Ну написал, написал, ведь он обязан писать раз в неделю. Рабаш писал раз в неделю, ну то есть он писал всю неделю, но предназначено для одного дня, для четверга, когда мы все соединялись в десятках. И вся десятка читала статью на своем собрании. Иногда я думал, что, видимо, он обязан это делать для нашего собрания, чтобы нам было что читать. Пока вышла из меня эта глупость. И я начал понимать, что в каждой статье есть просто огромная тайна, особый подход. И насколько он думал об этом, хотя нам кажется, нам представляется это простым и легким, но через это у нас есть связь просто с центром творения, с целью творения. Поэтому, чем больше лет проходит, я все больше и больше ценю эти статьи и то, что Рабаш в них писал. И его величие все время, все больше и больше представляется мне все более-более высоким, большим, особым. Он проделал здесь некую работу над освящением имени Творца. Потому что без этих статей мы не смогли бы раскрыть душу и прийти к связи с Творцом. Открытым и правильным образом. Поэтому давайте почитаем и насладимся тем, что он пишет. Если нам кажется, что есть что-то легкое, ну или что-то такое неважное, то нужно обратить внимание, что, видимо, тут мы вообще не понимаем, что он нам хочет сказать.